Сегодня мы с вами отправляемся в далекое путешествие в Южную Америку, в страну Эквадор. Там, на севере Южной Америки, вот эта вот круглая на побережье Тихого океана страна Эквадор, в которой обитают удивительные крупные насекомые, удивительные крупные жуки, удивительно крупные и интересные жуки, которые можно увидеть в природе и как-то их можно добыть и посмотреть. И вот этот фильм, снятый доктором Шигеру Акамура из Японии, покажет нам, как же можно увидеть, собрать и посмотреть удивительных жуков из группы пластинчатого Уции, из подсемейства династины жуков-голиапов. Для этого нужно установить вот такую ловушку, световую ловушку, которая будет шуметь, трещать, потому что она работает на бензиновом двигателе, развесить полотно. Из тропического леса будут вылетать удивительные насекомые, которых будет очень даже много, которые будут ползать несчастливыми толпами по вот этому полотну, по белой простыне. И сейчас мы посмотрим, как же они сюда прилетают и как же их можно обнаружить и кто же прилетает на такой свет из тропических джунглей. Потому что Эквадор покрыт лесами, покрыт горами и там, где сохранился еще лес, обитает множество удивительных тропических насекомых. Вот первый представитель, огромный кузнечик. Великолепный кузнечик с красными крыльями. Вы знаете, всем знакомый саранча, который меньше этого кузнечика в два раза. Этот кузнечик практически размером с целую ладонь. Его нужно аккуратненько держать, потому что у него крупные жвалы, может и укусить. На свет электрической лампы собираются разнообразные насекомые. И бабочки, и жуки. Но прежде всего, исследователям из Японии, им интересно увидеть прилетающих жуков. Голиафов, которые тоже прилетят, но для этого нужно подождать. А заодно мы посмотрим и других насекомых. Крупных бабочек и различных других жуков, прилетающих на свет, которые летают. Вот такой буквально, огромной толпой вокруг света, садятся на полотно, чтобы отдохнуть. Вот прилетел тело бабочка бражника, раскрыло крылья. Размером с половину ладони, крупная. Когда бабочки садятся, они успокаиваются, завороженные светом. И не взлетают дальше. Некоторые просто подлетают и падают рядышком в траву. Другие же прилетают на белое полотно и успокаиваются, садятся на него. Это как раз тот момент, когда исследователю можно подойти поближе, осмотреть и выбрать то насекомое, которое представляет ему интерес. Скоро мы увидим интересных насекомых и больших жуков, которые тоже прилетят из джунглей, из тропического леса. И буквально опустятся сразу же на землю, или просто стукнутся на вот это белое полотно. Фонарик очень полезное оборудование в этом деле, с тем, чтобы посветить вокруг на траву. Вдруг кто-то прилетел и тихонько упал. И его можно обнаружить просто рядышком, буквально в траве. Смотрите, сколько насекомых прилетело. Все полотно буквально занавешено бабочками. Они садятся даже и на исследователей. Но бабочки совершенно безвредные, они не кусаются, поэтому можно спокойно на них посмотреть, сфотографировать и также снять еще и видео. Вместе с бабочками прилетают различные группы насекомых мелкого размера, который полностью покрывает полотно целым живым слоем. После того, как выключат лампу, они преспокойно разлетятся обратно в джунгли. Своё место обитания. И маленькие, и крупные чешуи крылые бабочки ходят здесь ритами. Прилетают и перепончатые крылые, прилетают разные жуки, прилетают иногда мухи. Больше всего их, конечно, бабочек. Самых крупных, мелких, крошечных микролепидоптера, который представляет, несомненно, чрезвычайно научный интерес, потому что новые виды, еще не описанные в научной литературе, они тоже пролетают сюда и ходят вот так вот, привлеченные светом и могут быть использованы для исследования и описания новых видов. А вот прилетел крупный довольно-таки кузнечик с очень длинными задними ножками, с длинными усиками. Его подсвечивают лампой. Сейчас мы посмотрим, когда его поближе поднесут, он довольно-таки крупный. Вот сколько бабочек в бабочке толпятся, толпятся, привлеченные светом, суетятся. Лампа их не обжигает, частично может быть и обжигает, даже свет остывает, потому что обычно достаточно прохладная и влажная ночь, которую можно собирать. Если холодная слишком ночь, насекомые очень плохо вылетают и плохо собираются на такую светоловушку. Вот уже кто-то интересненький попался. Сейчас подсветим его лампой и посмотрим. Надо войти вокруг, потому что некоторые насекомые быстро улетают. Сначала подлетают, а потом также быстро улетают. Вот он, вот он, смотрите, первый забавный и интересный жук, который обитает как раз в Эквадоре. Немаленький, с очень красивыми длинными ножками, прицепился своими кахотками за полотно. Это как раз жук из семейства пластинчатоусы из рода Галофа. Он интересен тем, что у него на груди огромный рог сверху, выпученный вперед. И один очень длинный остренький рог снизу из нижней части головы. Он довольно-таки крупный, видимо, где-то около 6 сантиметров. Спокойно себя совершенно ведет, притворяется. Он не живой, такое обычное приспособление для насекомых, притворится не двигаться. И хищник, тот кто обнаружил, может быть обойдет. Поэтому он очень спокойно себя ведет и даже не старается убежать. Но очень крепко держится лапками. Вот такой замечательный в природных условиях жук Галофа пролетел просто на свет из тропического леса. Он светло-коричневого цвета, с черными рожками. И один верхний рожек, и второй нижний. Очень экзотический и очень красивый и симпатичный жук, обитающий в лесах Южной Америки и прежде всего в Эквадоре. А сейчас посмотрим других. Вот как он выглядит, другой вид Галофа с расширенным рогом на спине, наверху. Рог направленный вперед и расстраивается, обнаруживает три таких рожка еще дополнительно наверху. Здесь он посаженный на сахарный тростник, спокойно себя ведет с двумя рогами. Один на спинке, один на голове. Два таких рога. А вот тот самый кузнечик, которого уже показывали, привлеченный на свет. Идет, 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 идет на свет, довольно-таки крупный, почти что с половину ладони. Полотно тоже все покрыто слоем привлеченных бабочек. А вот и сам кузнечик. Сейчас мы его посадим. Вот он сел просто на штаны. Такой немаленький, немаленький, в половину размера. Ну, к счастью, он не очень опасен. Обычно он старается убежать и уже упрыгал в траву, где он практически становится неразличимым, если не подсветить. И он спокойно себя ведет, потому он прыгает и улетает, садится на камеру. Обычно насекомые сильно раздражены, потому что они ослеплены светом лампы. Вот такой замечательный, интересный кузнечик, немаленького такого размера. Летят кругом очень маленькие насекомые, которые создают эффект, как будто с дождя. Вот то, что сейчас летят маленькие крупицы, это не дождь, это на самом деле крохотные насекомые в отраженном свете, кажется, как будто идет дождь. А это летят множество разных маленьких муравьев, мушек, перепончатокрылых насекомых, которые роятся, вьются, комарики, которые все роем кружатся вокруг ослепительного света, который привлекает тысячи насекомых из тропического леса. Очень интересное зрелище, ожидать насекомых на такой светоловушке. А вот сейчас мы наблюдаем, кто-то уже и попался. Подсветим его лампой, смотрите, огромный жук, вот это и есть огромный жук. Династес, Геркулес, огромный Геркулес, подлетел и упал просто в траву. Даже невозможно себе представить, как он летит, такой монстр. Практически размером с целую ладонь. 12-15 сантиметров размером. Сейчас мы его потом померяем. Его можно спокойно взять за верхний рог. У него два рога, один сверху, один снизу. Образует как бы к лишню. Великолепный экземпляр. Из рода Династес. Его можно подержать за этот верхний рог. Тогда он двигает своими лапками, не цепляется ими, потому что лапки с коготками обычно очень активно цепляются. Его трудно держать в руках и он будет еще двигаться. Нижний рог у него снизу и верхний сверху. И образует такую сверху и снизу двойную к лишню, которая используется при борьбе двух самцов за самку, победившей. Обычно сбрасывает с дерева побежденного. Вот такой замечательный жук Геркулес прилетел из тропического леса. Да, да, прилетел из тропического леса, а не просто был выведен где-то в лабораторных условиях. Потому что этих жуков сейчас также активно разводят в лабораторных условиях на различной питательной среде. Их удается вывести даже в лабораторной культуре. Вот он сидит на руке, видим, что он практически размером с целую ладонь. Спокойно себя чувствует и немножко хочет убежать, конечно же. Вот этот огромный рог, который идет сверху спинки, направленный вперед и опущен вниз. И один спереди от головы поднят вверх. Вот отрицательный геотропизм. Двигаться надо снизу вверх, поднимается на руку. Вот такой. А полотно все залеплено буквально всеми видами насекомых, прилетевших из тропического леса. Но это, Геркулес, самая главная ценность этого вечера. Увидеть, подержать в руках, чтобы он еще вот так походил, как будто маленькая собачка. Потому что он живой, дикий, жук Геркулес, забирается по руке, забрался на плечо и попозирует. Но есть возможность, что он может и взлететь. И тогда будьте здоровы, вы его больше не увидите. Но главное, что он ослеплен просто светом, поэтому, видимо, не раскрывает еще своих крылышек. Вот залезает на доктора Шигеру Акамура, который решил пошутить и поваловаться с таким замечательной находкой, жуком-династасом, прилетевшим на свет и забрался на голову. Доктор Шигеру Акамура пишет в своих блогах, что он с детства мечтал стать художником манги и стал художником манги. А также мечтал поддержать в руках жука Геркулеса, огромного жука, которого он хотел бы увидеть в природных условиях. Вот сейчас сбылась его мечта и об этом свидетельствует это видео, Он показывает, как можно подержать в руках, спасибо, жук Геркулес, очень рад, что я тебя увидел. Вот такие интересные находки можно сделать в диких тропических лесах Эквадора. И когда вы ставите такую... Субтитры сделал DimaTorzok